Добрый вечер. Наше участие точно кому-то необходимо. Я о том, что Краизбирком через соцсети планирует привлечь к выборам молодежь. По словам главы ведомства Игоря Вагина, среди приоритетов подготовки к предстоящим региональным и федеральным избирательным кампаниям и муниципальным выборам 2015 года, которые станут важнейшим этапом информационная работа с кандидатами, партиями и избирателями. Как стало известно сегодня, роженицам в российских домах будут раздавать информационные брошюры, как вырастить избирателя, как его пеленать, кормить и так далее. Не думаю, правда, что это расчет на этот год, но все же. Об ответственности личной и общей будем говорить сегодня подробнее. С вами Юлия Калмогорова и «Вечерний Вестник». Вот его главные темы. Большая стройка. Ворота Перми обещают привести в порядок к ноябрю. Папа может. Любой пермяк может принять участие в общественном контроле дорожных работ. Под флагом Герты. Пермики достойно пробежали ультрамарафон по пустыне Сахара. Министр транспорта Алмаз Закиев инспектирует ход работ по реконструкции шоссе космонавтов. Согласно планам, они должны завершиться уже в четвертом квартале этого года. 24 часа в сутки. Без выходных ведется строительство ворот Перми, шоссе космонавтов. На всем протяжении новой магистрали будут предусмотрены центральная разделительная полоса, наружное освещение и ливневая канализация. На сегодня у нас здесь работает порядка техники до 50-60 единиц, потому что это еще технологически мы подвозим в зону работ щебень, ПГС, то есть транспорт, естественно, дорожная вся техника, полностью все комплекты. И людей у нас сегодня здесь порядка тоже 60-80 человек. Протяженность реконструируемого участка более 8 километров от реки Мулянка до аэропорта Большое Савино. В городе ширина дороги составит 6-8 полос. За городом 4, чтобы обезопасить пешеходное движение. В районе автобусных остановок позаботились и о пешеходах. Реконструкция шоссе космонавтов началась весной прошлого года. На данный момент смонтированы пролетные строения на шести надземных пешеходных переходах. Ведутся строительно-монтажные работы на лестнично-пандузных узлах. Также ведется частичное остекление. Строительство двух оставшихся переходов также подходит к концу. Проект продуман до мелочей. Условия создаются не только для автомобилистов и пешеходов, но и жильцов близлежащих домов. Вдоль дороги установят шумозащитные экраны, так как трафик на шоссе большой. В день по полосе проезжает до 20 тысяч автомобилей. Это будет полноценная гостевая улица с освещением, надземными пешеходными переходами для комфортного передвижения как пешеходов, так и автомобилистов. Реконструкция шоссе космонавтов идет параллельно со строительством нового аэровокзального комплекса в Перми. Осенью инвестор должен заняться воздушными воротами города. Думаю, что каждый житель Пермского края вот этот день приближал как мог. Действительно, сегодня визитная карточка Пермского края, наш аэропорт. Два года мы потратили на то, чтобы подготовить все-таки какие-то эскизные проектные решения. Шоссе космонавтов также станет началом большой местной автомобильной дороги на ускачку. Руслан Пепеляев, Евгений Гилев, телекомпания «Ветта». Подрядчики заверяют, что текущий ремонт дорог с высокой интенсивностью движения нужно проводить ежегодно. То есть снимать верхний износившийся слой и заменять его на новый, потому что лучшей технологии для наших широт, по их словам, еще не придумали. Вообще, дорожники сами должны вовремя устранять все недочеты. У нас же зачастую приходится об этом напоминать. Хорошо поможем, напомним и укажем на проблемные участки. Ранняя весна позволила подрядчикам приступить к текущему ремонту дорог раньше обычного срока. Объем работ может оценить каждый. И точно так же каждый может привлечь внимание подрядчика тому или иному участку дороги, где ремонт необходим в первую очередь. «Глубина, представьте, 15 сантиметров. Вот здесь, на данном перекрестке. Дальше других, скажем, на протяжении уже поменьше до 7 сантиметров. Но все равно, особенно в зимний период, особенно весной, когда идет гололед, это практически машину выносит на встречную». Виктор Валдаев помог подрядчику правильно расставить приоритеты, вызвав его на место. Результат на улице Плеханово от Грузинской до шоссе космонавтов, как видим, не заставил себя ждать. «Здесь применена стандартная технология сплошного перекрытия горячим асфальто-бетоном плотным. Гарантия на такие работы у нас составляет от года до трех». А это уже улица 2 Луначарского. Здесь колейность не устранена до сих пор. И если не исправить все в ближайшее время, то последствия могут быть крайне плачевными. «Сами понимаете, сам автолюбитель элементарно может просто выкинуть на встречную полосу. И это уже, естественно, ДТП». Последний ремонт на этом участке был проведен три года назад. И максимальный срок службы покрытия при интенсивном движении транспорта точно такой же. «Эти работы запланированы вот на ближайшее время. Как только позволят погодные условия, значит, может быть, в конце этой недели, ну, максимум в середине, в следующей неделе будет эта работа выполнена». Держать на контроль качество выполнения работ может каждый. При выявлении каких-либо нарушений или мест, требующих дорожного ремонта, «Пермяки» могут сообщить об этом на сайте городской администрации в разделе «Решаем вместе». Ритис Бараускас, Георгий Тимофеев, телекомпания «Ветта». Магазин одной цены или все по 49,69 и 99,90. Это опробированная бизнес-технология. В магазинах фиксированных цен продаются продовольственные и непродовольственные товары. Товары для дома, бытовая химия, косметика и парфюмерия, средства гигиены и одежда. Секрет этой бизнес-модели мне лично неизвестен. Зато все секреты нечистых на руку предпринимателей в одном из увеселительных заведений Перми хорошо известны нашим правоохранителям. Бар одной цены или все по 149 рублей. Недорогой алкоголь привлекал молодых пермяков в один из ночных клубов на Петропавловской. Правда, последствия потребления там спиртного могли быть крайне плачевными. В ночном клубе были выявлены такие нарушения, как продажа алкогольной продукции без соответствующей лицензии, продажа алкогольной продукции без сопроводительных документов. Кроме того, меню было оформлено ненадлежащим образом. И помимо этого всего, вдобавок, была выявлена алкогольная продукция с поддельными федеральными специальными марками. По заявлению горожан, полицейские в ночь на 18 апреля устроили настоящую облаву. По каждому нарушению был составлен административный протокол. Часть из них направлена в Роспотребнадзор, а вся алкогольная продукция на общую сумму около 40 тысяч рублей изъята. Но, похоже, штрафы не пугают владельцев ночного клуба. Данный ночной клуб в поле деятельности проходительных органов попадает уже не в первый раз. В этом году уже, как минимум, второе или третье мероприятие в отношении данного ночного клуба проводится. Каждый раз в нем выявляются различные правонарушения. Предприниматель не желает поступать, скажем так, на путь истинный, не желает соблюдать законодательство, мероприятие будет продолжаться до тех пор, пока в отношении него не перестанут поступать заявления граждан. Полицейские же рекомендуют внимательно подходить к выбору мест для отдыха и развлечений. Станислав Уланов, Ритис Бараускас, телекомпания «Ветта». Весна – сезон обострения аллергических заболеваний. Врачам впору чувствовать раннюю весну именно по возросшему потоку больных. Как правило, первые симптомы и жалобы у пациентов появляются, как только сходит снег. Эту фразу, признаются аллергологи, они слышат чаще других. Почему-то неискоренимая пермская проблема пыль все чаще проявления аллергических реакций связывает именно с ней. А что в ней, собственно, такого? Что же вызывает такие последствия? Ритис Бараускас изучал таблицу Менделеева на примере того, что сначала у нас под ногами, а потом и в легких. Весна в разгаре, черных снежных отвалов практически не осталось. Вместо них газон, тротуар, дорога, ограждения покрылись ровным слоем серой сухой грязи. И с каждым паревом ветра все это в виде пыли поднимается в воздух. Только что это, вернее, из чего это состоит и что мы с вами вынуждены вдыхать? Две недели назад в районе Средней Дамбы на революции мы собрали уличный смет и отвезли пробу в лабораторию. Перед исследователями были поставлены вопросы, какие компоненты содержатся в материале и природа их происхождения. С виду это довольно-таки похоже на какую-то почву, природный материал. То есть здесь происхождение этих материалов совершенно разнообразное. То есть как природные почвы грунты, так и техногенные. В том числе и пыль, в том числе и привнесенные материалы при обработке дорог противогололедным материалом. Исследуемый материал на 20% содержит крупный и средний песок. На 55% песок мелкий и крупную пыль. На 18% среднюю и мелкую пыль. И на 7% ил. Как все это оказалось на пермских улицах, еще предстоит выяснить. Все высохло, ее смыть очень сложно. Ну да, у нее, говорю по машине, выкатал. То есть когда вот выходит там, машина поливает вот это, то в принципе может верхний слой и смоется, а все равно останется. Ну да, она плохо пропускает влагу, плохо пропускает воздух. В том числе и из вот этих антигололедных смесей, так как зачастую используются хлориды натрия, кальция. То есть они еще сюда добавляют, плюс вот эти аэрозоли на бензиновой вот этой основе. То есть нефтепродукты эту гидрофобность дают. Вот, и в принципе растворяется-то она. Плохо, несмотря на то, что тут на 75%-то это песок. 75% цифра, которая ничего не скажет обывателю. Но если бы подрядчики ориентировались на нормы тех же московских городских почв, то предельное значение было бы превышено на 10%. Следовательно, исследуемая почва была бы непригодна к дальнейшему использованию. К тому же у нас практически предельный показатель по щелочности – 8,33. В Москве по нормативу крайняя граница установлена на уровне 8,5. Но и это еще не все. 20-я часть исследуемого материала содержит органику. Цифра очень, так, довольно-таки большая для городских почв, для природных почв. То есть, ну, например, очень плодородные почвы имеют такие значения. То есть это черноземы, которых… Так, может, там городица стоит у нас в Черноземье? Нет, нет, к сожалению, это нельзя отнести к гумусу. Я просто сравниваю значение по вот этому плодородному слою в почвах с нашими результатами. То есть у нас столько много органики, что вот на уровне таких самых плодородных почв. Еще бы она была такая качественная. Да, только одно отличие, что она у нас токсичная. Вот вся разница. Более того, как заверяют исследователи, впервые за их практику они наблюдали странное явление. Исходный материал при выпаривании ни с того ни с сего стал дымить, а в лаборатории стоял едкий запах. Достаточно значимо мы увидели и высокое содержание песка, глины, различных их фракций, и небольшое содержание хлористого калия, что не является опасным токсическим компонентом для здоровья, но может способствовать развитию заболеваний верхних дыхательных путей, и особенно аллергической природы. И в первую очередь у максимально чувствительных к этому лиц детей, людей со склонностью к аллергической патологии. По сути, средняя и мелкая пыль, а также ИЛ, не могут стать причиной заболевания. Но в то же время они на 100% являются неким катализатором, который способен обострить аллергию и развить болезни верхних дыхательных путей. Если бы дорожные службы уделяли больше внимания именно очистке вот этой взвеси песка, глины, то, конечно, состояние с заболеванием верхних дыхательных путей было бы в городе, я думаю, лучше. Мы брали пробы в центральной части города и обнаружили речной ИЛ. Чем подрядные организации посыпают дороги в отдаленных микрорайонах, можем только предполагать. Между тем, не нужно заново изобретать велосипед. Профилактика, как известно, лучшее лечение. И если, как говорят врачи, перестать экономить на противогололедных материалах, дышать нам будет намного легче. Ритя Збарауско с Георгий Тимофеев, Дмитрий Маклыгин, телекомпания «Ветта». Ежегодно, начиная с 2001 года, 26 апреля, отмечается Всемирный день интеллектуальной собственности. Пермский бизнес в полной мере активно участвует как в ее создании, так и в защите своих прав в стране и на международном рынке. Всего пермяки и местные компании за год регистрируют на сайте Роспатента около 300 изобретений в год. То есть почти каждый день в крае возникает интеллектуальная собственность в этом сегменте. Этот продукт, кстати, самый распространенный в регионе. Если говорить о области, которая более востребована с точки зрения патентования, можно, наверное, выделить отрасль нефтянки или электротехническую отрасль. Можно сказать, что наиболее часто запросы на патентование приходят именно с этих предприятий. Но в принципе, просто объекты патентования, они достаточно широки. Интеллектуальная собственность все чаще становится объектом споров. Ведь она несет в себе прибыль ее обладателю. Но чтобы стать полноправным собственником и владельцем интеллектуальной собственности, важно ее правильно оформить. Это очень долгий процесс регистрации, например, товарных знаков, патентования изобретений от идеи до разработки, до правильного его формулирования, оформления, так скажем, в документах заявки. И дальше идет государственная экспертиза. Это наша работа патентоведов. А дальше идет государственная экспертиза. Тут тоже очень много тонкостей, потому что экспертиза идет год-полтора. Приходится отвечать на вопросы по существу, на всевозможные запросы экспертов. И вот тут часто бывает от правильной формулировки одного слова потом зависит судьба патента. Сможет потом правообладатель защитить своим патентам свое изобретение или не сможет. О том, что необходимо оформлять авторские права и интеллектуальную собственность, доказывает недавний случай. Когда известная пермская фирма зашла в Китай, то там уже оказался зарегистрирован подобный бренд. Пришлось менять логотип буквально на всем, включая маркировку вагонов. Чтобы повысить уровень грамотности в защите интеллектуальных прав, в Перми существует много возможностей. От общих семинаров и круглых столов до индивидуальных консультаций и сопровождения в ходе получения патента. Главное – не забывать о необходимости регистрировать право на свою интеллектуальную собственность, которая создается в Перми. Андрей Вылежнев, Евгений Гилев, телекомпания «Ветта». Чувство любви к Родине должно подпитываться гордостью, чтобы быть настоящим. Ну, а повод для гордости появляется регулярно. Чаще всего, конечно, мы слышим о победах наших спортсменов. Но есть события не менее важные, пусть и не такие громкие. Ансамбль «Виктория» из города Советский Ханты-Мансийского округа в Перми выступает впервые. Коллективу уже 20 лет. В Копилке наград, победы на всероссийских и международных фестивалях, на ежегодном всероссийском патриотическом фестивале-конкурсе «За Россию и Свободу» группа рассчитывает только на победу. Девять человек на сегодняшний день. Ну, теперь мы приехали восьмером. А возраст у нас идет, вот, сами видите, и молодежь, и более старшее поколение есть. Вот, то есть, видите, к нам не так просто и попасть. Почему? Потому что мы выдвигаем на требование, чтобы люди были музыкально грамотные. То есть, чтобы мы могли читать с листа. Вот, то есть, чтобы и нотки все знали. На вопрос, с чего начинается Родина, здесь ответят без труда. На фестиваль приезжают лучшие творческие коллективы страны. Все, безусловно, по-своему талантливы. Партнер конкурса «Региональное отделение партии Родина», по словам Юрия Саматкина, стремилась создать праздник для патриотов. Все-таки даты обязывает. Это то малое, что региональное отделение смогло сделать в день, в год Великой Победы. То есть, проведение данного фестиваля, значит, это подарок нашим ветеранам, подарок жителям Пермского края и города Перми. На сцене как профессиональные артисты, так и дети. Жюри, как в таких случаях говорят, пришлось непросто. Из 140 коллективов необходимо было выбрать три лучших и одного обладателя гран-при. Заслуженный артист России, кавалер Ордена Мужества Олег Кухта уверен, что судьи со своей задачей справились. Это прекрасно, когда молодое поколение, наряду с ветеранами, наряду с взрослыми, людьми, профессионалами работают в этом направлении, живут и дышат. Показывают свою душу, показывают свои возможности, показывают свои отношения к истории, к нашей Родине. Это большое дело. Это огромное дело. Главный приз конкурса «За Россию и свободу» взяли гости из Ханты-Мансийского округа. 9 мая участники коллектива отпразднуют концертом на своей малой Родине в городе Советский. Ну а в августе ансамбль вновь выступит в Прикаменном, но только уже в Чайковском. На фестивале «Патриотическая песня» Руслан Пепеляев, Георгий Тимофеев, телекомпания «Ветта». Под флагом «Ветты» пермики достойно пробежали ультрамарафон по пустыне Сахара. Они станут героями документального фильма, который мы обязательно покажем. Флаг нашей телекомпании тоже был в Сахаре. Шестидневный марафон через Сахару. Это ежегодное соревнование с 30-летней историей. Считается самым тяжелым забегом в мире. Длина дистанции 250 километров. В пути спортсмены испытывали на себе песчаные дюны, сильные ветра, бури и палящее солнце. Все участники – непрофессиональные спортсмены из 100 стран мира. Каждый год от России выступает несколько делегатов. В прошлом году их было четверо, в этом уже 14. Трое из них из Перми. Это организатор туров по Уральским горам Дмитрий Кириллов, архитектор Елена Бурдина и фитнес-тренер Наталья Седых. Наталья в итоге стала третьей среди женщин и заняла общее 50-е место. Этот результат стал лучшим среди россиян, участвовавших в многодневном марафоне. Во время самого забега Пермики сняли документальный фильм о пользе здорового образа жизни. Вечерний Вестник вновь на Ветте ровно в 21 час. С вами Юлия Коломогорова. Оставайтесь с нами. После вечернего Вестника не пропустите проект «Эхдороги». Проект, объединяющий автомобилистов, но, к сожалению, чаще в горе. А кто, как не Артем Жаворонков, в Перми умеется переживать? Ведь ему в работе над программой это приходится делать регулярно. Не переключайтесь. Днем в среду 22 апреля в Перми ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь. А утром даже, вероятно, снег. Ветер западного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем вряд ли превысит отметку в 6 градусов со знаком «плюс». Продолжение следует...